Военные аналитики и оппозиционеры комментируют удар США по сирийскому режиму. Мадар Алиум, Сирия. 14 апреля 2018 года. Военные аналитики и сирийские оппозиционеры прокомментировали удар возглавляемых США западных стран по режиму осада в субботу. Военный эксперт Ахмед Рахли отметил, что в результате удара западных стран во главе с Соединенными Штатами не были уничтожены склады с химическим оружием. Запасы которого, по оценкам, составляют 600 тонн, а также средства его применения. Как сообщил Рахли в интервью телеканалу Алирабия, целью ударов не были хранилища химического оружия недалеко от горы Касьюн, а также 155-я бригада сирийской армии в районе Эль-Катифа. Он отметил, что удар носит скорее военный характер, указав на высокий уровень координации с российской стороной, поскольку самолеты западной коалиции знали о том, что не подвергнутся ударам со стороны системы С-300 и С-400. В заключении он выразил сомнение в том, что сирийцев убивают не только химическим оружием, но и другими видами оружия, включая бочковые бомбы, ракеты с разделяющими собой головками, фосфорные бомбы и другое оружие. В свою очередь советник высшего координационного комитета по борьбе с терроризмом Мера Хальбека и считает, что западный удар не был достаточно эффективен и вызывает ряд вопросов, в том числе и относительно выбранного для него времени. По ее мнению, возникает следующий вопрос, почему Соединенные Штаты и другие западные страны не предприняли меры перед эвакуацией жителей Восточной Гуты, несмотря на то, что сирийский режим применил химическое оружие. Со своей стороны представитель высшего комитета по переговорам Яхья Лариди подчеркнул, что этот удар носит чисто политический характер. Он также отметил, что мир должен осознать, что невозможно установить стабильность и покончить с терроризмом, не избавившись от режима Башара Асада. Напомним, что в субботу утром американские самолеты, а также самолеты некоторых других западных стран нанесли удар по подконтрольным режиму Асада объектам в окрестностях Дамаска и Холмса. В частности, в ответ на массовое убийство в Думе было запущено 112 ракет «Тамагавк». Продолжение следует...